Не допустить подтопления жилых домов. В Первоуральске готовятся к небывалому паводку. В опасной зоне могут оказаться более сотни жителей городского округа. Откуда ждать беды и какие меры предпринимают специалисты администрации, расскажем в нашем сюжете. На этой карте отмечены районы Первоуральска и его окрестности, которые в случае разлива часовой первыми окажутся в зоне подтопления. По прогнозам специалистов, больше всего могут пострадать жители улицы Чернышевского на Диносе, а также нескольких районов Белимбаи, Бетимки, Новоуткинске, Прогрессе. Всего больше сотни человек. Одна из главных причин, по которой река может выйти из берегов – Волчихинское водохранилище. Когда шляется предельное наполнение, предельный уровень Волчихинского водохранилища, которое способно держать воду и обеспечивать в течение года в последующем, то есть город Екатеринбург, после чего начинается именно сработка гидротечных сооружений. Излишки воды начинают сбрасывать в реку часовую. Что сделать, чтобы эта волна принесла как можно меньше разрушений первоуральцам, сегодня обсуждают специалисты. Ежегодно началом паводка называют 1 апреля. Однако нынче половодие может начаться намного раньше. Эксперты учитывают и то, что этой зимой выпало немало снега. Мы видим, что на многих территориях большой объем снега. Например, в сельских территориальных управлениях Белимбаи и Новоуткинске почти в два раза превышающую норму. И учитывая опыт прошлых лет, можно предопределить здесь сложную паводковую обстановку. Чтобы избежать подтопления домов, в Первоуральске проверяют все 19 гидротехнических сооружений. В каждом отслеживают уровень воды. Но начать сброс специалисты смогут лишь с разрешения экспертов Нижнеобского управления Федерального агентства водных ресурсов. Именно там контролируют уровни воды на плотинах, чтобы попросту не осушить поселки. А потому пока в нашем городе проводят организационные мероприятия. Мы на сегодняшний день определили два пункта временных размещений. Это в поселке Белимбаи и в поселке Новоуткинск. В случае, если население начнется подтопление придомов в территории, куда мы сможем их определить на время, на период паводка. Со всеми жителями потенциально опасных районов планируют провести предупредительные беседы, раздать памятки. Люди и техника уже дожидаются своего часа, чтобы в случае необходимости прийти на помощь пострадавшим. На заседании противопаводковой комиссии присутствует и депутат Эдуард Вольхин. Народный избранник отмечает, нынче подготовку к паводку в Первоуральске начали намного раньше. Объем снега, который сегодня в этом году выпал, он очень большой, гораздо больше, чем в следующем году. Ну и поэтому похвально, что администрация еще в марте уже начинается заниматься этим, держит. Мы, конечно, стараемся держать на контроле, потому что это все-таки материальное благосостояние наших избирателей. И не очень бы хотелось, чтобы избиратели как-то пострадали. Юлия Томильна, Денис Хромцов, Хроника дня.